Мир вашему дому! Мы приехали в город Ярославль, один из самых красивых российских городов. Город, который богат своей тысячелетней историей, украшен уникальными храмами и знаменит замечательными людьми. Глядя на Ярославль сейчас, трудно понять, какие представления о городских масштабах были у наших предков в 17 веке. Город был основан здесь, на месте слияния двух рек – Волги и Котросли. Исследование истории 17 века привело нас в Спасо-Афанасьевский монастырь. Его основали как раз в память об освобождении России от поляков в смутное время. Это единственный мужской монастырь на территории Ярославля. Там мы договорились встретиться с нашим добрым другом, священником Иоанном Тераутсом. Иоанн пришел не один. О, Андрей, здравствуйте. Рад вас видеть. Отцовские обязанности никто не отменял? Никто не отменял. Пойдемте. Как это называется? Афанасьевский? Спасо-Афанасьевский монастырь. А почему Афанасьевский? Он был основан в начале 17 века. Здесь была икона спасителя чудотворная, поэтому спасо. А Афанасьевский, потому что здесь был храм Кирилла и Афанасьевского монастыря. Афанасьевский монастырь Александрийских. Его построили в память, ну вообще в смутное время. То есть после смутного времени. Так как наша Родина считала борьбу с польскими интервентами как все-таки борьбу за чистоту православия и противодействие католицизму, то Кирилл и Афанасьевский, как такие оплоты борьбы за чистоту православия, они были именован храм именно в их честь. Так, а спасо? Почему здесь была какая-то знаменитая икона спаса? Да, здесь знаменитая икона спасителя. Тоже в смутное время началось чумное поветрие здесь по городу. И горожане молились перед этим образом. И оно прекратилось. И с тех пор, конечно, он обладает особенным таким почитанием среди ярославцев. Правда, возвращен он был в эту обитель только в 21-м году. А мы все-таки вернули? Да, совсем недавно. В течение советского периода эта икона находилась в запасниках музея. Потом ее отреставрировали, и вот сейчас она находится в этом храме. А пойдемте, где она находится, посмотрим, помолимся. В 21-м году решением Священного Синода этот образ, точнее, его обретение новое, стало нашим общецерковным торжеством. О событиях неспокойного 1612 года напоминает здесь памятник Минну и Пожарскому, который был установлен совсем недавно. Отец Иоанн, а вот для многих открытием будет, наверное, все думают, что ополчение 1612 года связано с Нижним Новгородом. Но ведь оно и с Ярославлем тоже связано? Да. Когда ополчение было полностью собрано, и во главе с князем Мининым Пожарским войско вошло в город Ярославль, разразилась моровая язва, люди стали умирать. И они обратились к тогдашнему протопопу Успенской церкви Илье с просьбой провести крестный ход по городу с Толкской иконой Божией Матери. Но этому священнику во сне является Спаситель и говорит ему о том, чтобы тот взял икону Спасителя вместе с Толкской иконой и вознес ее на крестный ход, которая находится вот здесь, в часовне. Тогда протопоп пришел сюда, эту икону взяли и понесли в крестный ход. И действительно, даже первое исцеление было уже во время этого крестного хода. Один из слепых людей прозрел, и моровая язва достаточно быстро закончилась. Отец Иоанн служит в Ярославском храме иконой Божьей Матери Знамение. Этот храм в Ярославле еще называют «храм в башне», но правильнее сказать «над вратами». Надвратная церковь в честь одной из самых почитаемых в городе икон ведет свою историю еще с XVI века. На восточной стороне Власийской башни, которая служила и въездными воротами в город, был написан образ Божьей Матери Знамение. Благочестивые жители города, проходя или проезжая под ним, всегда осеняли себя крестным знамением. К иконе даже пристроили специальный помост с лестницей, а потом и деревянную часовню. Но время изменило многое. Часовню обложили кирпичом, а потом и вовсе построили новую. В советское время храм превратили в центр досуга, а уже в наши дни вернули православной церкви. Все у вас необычно в Ярославле и даже в башне храм. Да, у нас храмов очень много, особенно по центру. И это один из самых молодых храмов центра. Ну, как вы видите, без росписи мы, без иконостаса еще полноценного, все временное. Все еще только начинается. Да, но, скажем так, возобновляется. А что это? Знаменская башня называется? Как правильно? Ну, на самом деле называлась она Власевской башней, потому что совсем недалеко, вот туда, в сторону от центра, находился Власевский приход. И поначалу эта башня и здешняя икона, знамения чудотворное, она как раз-таки относилась именно к Власевскому приходу. А потом, в 1736 году, она была передана в ведение Кирилла Афанасьевского монастыря. Но сегодня это спас Афанасьевский монастырь. И, конечно, к сожалению, икона чудотворное знамение в советский период была уничтожена. Здесь был кинотеатр «Луч», здесь была киностудия «Юность», здесь была библиотека. И когда мы открылись, нам как раз-таки подарили такой древний образ, ну, достаточно древний, это 19-е где-то столетие, из Санкт-Петербурга икону знамения. Она у нас стала такой некой храмовой, почитаемой иконой. И вообще все, что вы видите в храме, это все дарено. То есть люди приходили, говорили, о, мы бы хотели подарить икону в храм, мы бы хотели то-то сделать, мы бы хотели полы сделать. И мы потихоньку, каждый год что-то в храме преобразовывали. Здесь не было окон совершенно. То есть это было абсолютно темное помещение. Сейчас, слава Богу, есть свет. Вот на той стене на западной находилась икона знамения. Сейчас там находится список иконы знамения, а раньше там находилась прям фреска, особенно почитаемая ярославцами. А с той стороны башни, это же была башня в город, вход в город, а с той стороны башни был Спас Смоленский. Вот как буквально в Кремлевских, на Спасской башне в Кремле. Спас Смоленский смотрит из города икона, а знамения смотрят внутрь города, внутрь крепости или Кремля. Ваш храм открывал ворота для горожан? Да, да, естественно. Но прихожане, кто ваши? Кто приходит к вам на службу? Молодые люди, студенты, школьники. И здесь же у нас и молодежный клуб, здесь приходят семьи с детьми. Сейчас во многих храмах создаются молодежные объединения. И знаменский храм этому не исключение. Тем более, что настоятель храма, отец Иоанн Тераутс, является руководителем молодежного отдела Ярославской епархии. Субтитры создавал DimaTorzok и всегда ходим мимо этого древнего старинного храма. Он уже разрушается. И вот решили сейчас выяснить, что это за храмы такие интересные. Оказывается, это целый храмовый комплекс. С одной стороны, крестовоздвиженский храм, посмотрите, у него даже купола нет. Сейчас займем, посмотрим, что у него внутри. А это храм Кадьмы и Дамиана. Здесь жили моряки, рыбаки. И улица сейчас называется Флотская, потому что она спускается к реке, к воде. А раньше она называлась по имени этой церкви. Воздвиженская церковь и Воздвиженская улица. Пойдемте внутрь. В храме было две почитаемых иконы. Одна икона «Утолимая печали» – чудотворный образ, а другая – «Боголюбская». Интересно, что сейчас сохранилось до наших дней. Какие интересные двери. К сожалению, храм закрыт. Не смогли посмотреть, что там внутри. Что это за место? Расскажите. Значит, это место. Одно из древнейших мест Ярославля, где по преданию Ярослав Мудрый поставил крест, православный крест. Почему этот храм называется Крестовоздвиженский. Крест стоял, потом деревянный храм, потом возникли такой вот красивый, видите, с изразцами храм. Годы лихолетия он был разрушен, значит, закрыт. Здесь находился ЖЭК. А служба проходит здесь? Да, проходит. Он действующий. А как давно отдали церкви? Его отдали, наверное, лет... года четыре. Вот сейчас здесь занимается хор. Хор православный и хор необычный, потому что в нем занимаются люди-непрофессионалы. Вот так. А вы пришли на репетиции? Да, да, да. Я руководитель этого хора. О, Виктор. Слушайте, а можно нам познакомиться с вашим хором? Пожалуйста, приходите. Пойдемте. Пойдемте. Мы даже не подозревали, что наше любопытство приведет нас к новому интересному знакомству с удивительными людьми. Виктор Эдуардович Пелецкий известный в Ярославле музыкант. Он регент храма Смоленской Божьей Матери села Устье Ярославского района. Он сам пел в разных ярославских храмах и вот теперь организовал любительский церковный хор в крестово-воздвиженском храме. Это удивительное объединение. Сюда может прийти любой желающий. Виктор Пелецкий убежден, что петь может каждый. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И благословен Плод чрево Твоего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 а именно уровнем общения друг с другом. Мне кажется, вот здесь есть настоящий Бог, Он здесь живет, и здесь есть Святой Дух. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Монастырь назвали Толгским по реке, которая впадает здесь в Волгу. Река называется Толуга. Монастырь ведет свою историю с 14 века. И эта история – отражение многих событий, которые происходили в нашей стране. В 16 веке здесь бывал Иван Грозный, а в 17-м поляки убили 46 инков монастыря. В обители молилась императрица Екатерина II, а в 1812 году здесь похоронили героя Отечественной войны генерала Николая Тучкова. В год 300-летия дома Романовых сюда приезжала императорская семья и молилась перед иконой Божьей Матери. А в 1928 году большевики монастырь закрыли. И все же обитель возродилась. Это был первый женский монастырь Советского Союза. Он начал возрождаться в 1987 году. Здравствуйте, странник Андрей. Рад вас видеть. Взаимно. Я в первый раз в Толгском монастыре, но очень много про него слышал. Расскажите, что нужно знать страннику, паломнику, который приезжает в первый раз к вам в обисть. У нас находится удивительный образ, чудотворная икона Толгской Божьей Матери. В 1314 году она явилась в огненном столпе епископу Ярославскому и Ростовскому Трифону. Здесь находилась лесная чаща. Епископ путешествовал из Вологды в Ростов, но не успел добраться шесть верст до Ярославля, заночевал на соседнем берегу. И вдруг увидел необыкновенное свечение. Когда он переправился по нерукотворному мосту на этот берег, увидел, что в столпе света находится икона. И мы сейчас стоим около Веденского собора. Он как раз находится на месте обретения Толгской иконы. Она здесь спустилась к епископу прямо в руки. И это у нас самая главная святыня. Также для многих людей не секрет, что у нас находится мощь святителя Игнатия Брянчанинова. Он покровитель и современного монашества, и многих верующих людей, особенно интеллигентных людей, кто только ищет путь к Богу. Его творения читают и переводят во всем мире. Весь это на самом деле такой подвиг, посвятить свою жизнь служению Богу в монастыре. Можно спросить, как вы попали здесь? Я из нерелигиозной семьи, но в 13 лет я сама задумалась о смысле жизни. И путем различных умозаключений ситуации я записалась на занятия в воскресную школу. Подождите, а вот в 13 лет А как родители отнеслись к вашему такому увлечению духовному? Папа был сразу против. Он хотел быть как все. Чтобы я была как все. Его немножко пугало. Да, его немножко пугало. Он вступал со мной в конфликт. Даже однажды я приехала домой, у меня все иконы в мусорном ведре, в разрубленном состоянии. А мама, человек... Более мягкий. Да, да. Сказала, дочка, я хочу, чтобы ты была счастлива. Если ты нашла истину, пожалуйста. Машка Спиридоновна, откуда взялись кедры в вашем монстре? Кедры у нас связаны с исцелением, чудесным исцелением Ивана Грозного перед чудотворной толкской иконой. Знаменитый царь приплыл сюда с парализованными ногами. Его внесли на носилках сюда. Он целую ночь провел в молитве перед образом. Вышел на своих ногах. Решил отблагодарить настоятеля, братью за усердную молитву. И первое, что он сделал, он приписал нам соседние деревни вместе с местными жителями. Они стали крепостными крестьянами. Это отдельная история. И второй дар, самый знаменитый, сохранившийся до сих пор. Это знаменитые кедры. На самом деле не совсем кедры. Сибирские сосны. Если говорить точнее, Ермак в ту же самую пору присоединяет к Москве Сибирское царство. Ивану Грозному присылает несколько ящиков саженцами. И царь переотправляет их сюда, к нам. Отец-настоятель, гумен Феодосий, вместе с братьями высаживают растения. И с 16 по 20 век здесь произрастало около 300 кедров. Здесь между кедрами монахи с 16 по 20 век в специальных теплицах, они назывались оранжереи культурно, выращивали ананасы, арбузы, виноград, дыни. А сейчас выращивали? Сейчас пробовали выращивать арбузы и дыни, вырастают. Но, конечно, не такие сладкие, как на юге. Скажите, а с этой ручей связана какая-то история обретения иконы, правильно? Да. Однажды в монастыре в 15 веке произошел страшный пожар, сгорели кельи, храмы, монахи потеряли толкскую икону, заунывали. Один из братьев даже возроптал, сказал, Господи, что ж так, куда же пропал наш образ? Вот я не буду ни есть, ни пить, а ты мне покажи, что стало с иконой. Погибла она или, может быть, она сохранилась? И вот шел он по лесу, еще кедров здесь не росло, и обратил внимание на какое-то необыкновенное свечение на макушке дуба. Смотрит, а наверху толкская икона, целая и невредимая. Он позвал других монахов и с радостным пением икону перенесли во вновь отстроенную церковь. Мы сейчас с вами подойдем к этой часовне. Мать Перейдона, а это первый образ? Да, это подлинная икона. Она с 2003 года находится здесь в одностолбной палате. Считается самый трагический образ русской иконописи. Явилась она в разгар татаро-монгольского игона Руси, когда горе пришло в каждую семью. И мы видим скорбный взгляд, очень глубокий взгляд. Богомладенец Христос обнимает свою маму, нежно к себе притягивает. Это знак особой духовной близости Господа и каждого человека. И Божья Матерь указывает на Спасителя. Как бы говоря, нам обращайтесь ко Господу. Господь слышит, и я буду ходатайствовать за вас. И мы видим на Толгской иконе очень много крестиков, колечек, медальончиков. Самые разные люди приносят их сюда в благодарность за исполненные просьбы. А вы фиксируете через свои исполненные по молитвам иконы? Не все люди хотят рассказывать. Если человек рассказывает, мы фиксируем. Мы запоминаем. И у нас на сайт на наш многие люди пишут. Пресвятая Богородица, спаси и помилуй всех нас здесь стоящих и молящихся. Материна Передона, а это знаменитая икона знамени ваша, да? Да, наша икона знамени удивительная, мироточащая, благоухающая икона. Она здесь у нас с 2003 года. Один священник привез нам этот образ в 2003 году. Он его нашел в Астрахани, в антикварной лавке, в ужасающем состоянии, практически бесплатно забрал ее оттуда и попросил наших монахинь икону возродить, отреставрировать. Он с 2003 года живет на Афоне. Вроде бы его зовут отец Меркурий, потому что к нам приезжают его духовные чадо, передают от него поклоны, и он сказал, пусть икона остается в обители. Как только он пошел исполнять свой обет, икона замироточила. Мироточит она постоянно, в какие-то дни больше, в какие-то дни меньше. В этом году икона больше мироточит, чем обычно. Знак особого присутствия. Во время пандемии, да? Во время пандемии, да. Знак особенного вмешательства, присутствия Божьей Матери, сострадания ее к нам, знак особой ее милости. Присвятая Богородица, помогай нам. Освятитель Игнатий Брянчанинов родился в 1807 году, 18 февраля, в дворянской семье. Должен был наследовать имение своего отца. Он был старшим из выживших детей в семье, в которой родилось 11 человек. И был гордостью отца, надеждой своего отца. И тот видел его в качестве государственного мужа. И не только он один. Император Николай II планировал, что этот юноша, талантливый, в 15 лет знавший уже пять иностранных языков, станет губернатором Санкт-Петербурга. Но человек предполагает, Бог располагает. У самого Брянчанинова в сердце были другие мысли. Он с детства задумывался о смысле жизни. И он решил посвятить свою жизнь Богу. По окончании инженерного училища он поступил простым послушником в Александросфирский монастырь. Прошел путь от простого послушника до епископа. В поисках духовной жизни, в поисках старца он много мест объездил. У него появился духовный отец, будущий старец Лев Оптинский. Долгое время он был настоятелем Троицы-Сергиевой Приморской пустыни под Санкт-Петербургом 24 года. назначают епископом Кавказским и Черноморским город Ставрополь. Это был первый епископ, объездивший все храмы и все монастыри Большой Епархии. О нем там очень добрая память. Но для нас, для людей современных, свидетель Игнатий знаменит не сколько своей биографией, сколько своими духовными произведениями. И вот в 1987 году, когда готовились отмечать тысячелетие Крещения Руси, было решено прославить всенародно особенно почитаемых святых. Это Ксения Петербургская, Паисий Величковский, Макарий Оптинский, Феофан Затворник и Игнатий Брянчанинов. Некоторых я еще не назвала. В те места, где были захоронены эти удивительные подвижники, поехали комиссии. Одна из таких комиссий отправилась в Николобабаевский мужской монастырь, где в то время, в 1987 году, находился детский туберкулезный санаторий, и никто и знать не знал ни про какого свидетеля Игнатия. Только через четыре дня в результате архивных поисков было обнаружено точное место захоронения, мощи подняли и перевезли в единственный открытый действующий монастырь к нам. Вот они с 1987 года здесь, в нашей обители совершено было его и всенародное прославление. 13 мая к нам приезжают почитатели, свидетели Игнатия, и, конечно, всех наших зрителей тоже хочется пригласить в этот день к нам, да и вообще в любой день. Толкский монастырь – одно из самых святых мест нашей страны. Уезжать отсюда не хочется. Многие говорят, здесь мы ближе к Богу. Краеведы посчитали, что в Ярославле более 700 исторических памятников. Конечно, сюда стоит приехать, только вовсе не с туристическими целями, а с целями духовными. Нам остается уповать только на волю Создателя и Его милость. В Ярославле каждая дорога привезет нас в правильное место, в Божий храм. Помогай, Господь, Ваш странник. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok